Вечер второго дня в Коврове Завтра я уезжаю и спешу под конец поделиться своими впечатлениями. Ехал в Ковров по жаре, в гостинице напился холодной воды. Вчера утром проснулся, горло глотать не могу, все красное, заволокло. В общем, друзья, если вас постигла такая участь, называется это люголь. Покупается в аптеке люголь, ватные палочки, ну не пальцем же, естественно, не спичкой есть, ватные палочки и мажется люголем горло, так по-честному, по-богатому, два раза в сутки, утром и вечером, чаще не надо, сожжете все. Насколько я читал в свое время, откат у ствола, вот у такого, представляете, сколько тут в длину калибров, не знаю, метр четыре, должен быть не больше сорока сантиметров. Вот нужно такую вот пушечку сконструировать так, чтобы ход ствола, откат был минимальным, а это само по себе задача, не из легких. Оборачиваюсь. А здесь стоит раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, БМП и в конце памятник Калашникова. Из необычного, здесь есть столовая, и столовой кормят не только постояльцев, видимо, по каким-то договорам, я не знаю, без деталей. В общем, приходят, кушают дети, когда дети приходят, там 28 человек, естественно, если я спускаюсь, мне уже места нет. Там достаточно большой зал, но он весь занимается, поэтому приходится ждать, приходить позже, еды хватает на всех, но вот такие. Также, кроме прочего, здесь обедают граждане, которые приехали из соседней страны, да, которые мечтают получить гражданство, либо не мечтают. Вот, и вот я сегодня утром слушал, как они это обсуждали, в полный голос, и, в общем-то, ничего не скрываясь. Вот, свои дела и проблемы. Ну, про работу они будут рассказывать, банально. Наши самые старые ванны, это ванна Роза, самая первая ванна. Самая, 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 и она как раз алюминиевая. Пар-контроллер на ней как раз. Ну и что вы подкакаете. Сейчас. Проверка вам. Пар-контроллер. Пар-контроллер. Выход! Многие не знают, что это такое, не пользуются, и вот у него в полете стоит, паспорт не прочитает вас. В общем, это подавление на воздух под давлением к драматурной системе или на аэропорт. А вот включаем. А радио не работает? Там есть и ФП-3, и флешка. Это у вас USB, это для USB втыкать, флешку, можно слушать музыку с флешкой, вытаскивать, потом откручиваете его, втыкаете флешку. Это для герметичности сделано. Закрываете, да, чтобы не залило водой это, и обратно втыкаете все. Ну, какую-нибудь флешку там с музыкой на 4 гига, там в музыке будет 200 штук. Это перелив, дополнительный перелив. А вот тоже снимается, там клапан стоит. Это фильтрация. Олимпировочная стоимость по летникам ездит. Я собираю, я их не подаю. Второй день я оставался специально за свой счет, чтобы обойти музей. Здесь начинается достаточно интересное, потому что, наверное, мы представляем, что у каждого города есть своя история, и каждый город все-таки хоть чем-то отличается от других. Я сегодня посетил исторический, утром они работают с 10 до 5, и во второй половине дня успел пройти музей оружия. Ну, естественно, поскольку ковров это один из флагманов российского ВПК, поэтому музею таковому быть. Музей исторический. Стоит сход 150 рублей, по-моему, вместе со съемкой. Один этаж, второй занят какой-то платной выставкой. Ну, не в теме, как бы я не пошел туда. Две экспозиции исторические. Ну, то есть где-то там рыцарские доспехи, мечи и т.д. Вплоть до Второй мировой войны. И купеческий быт. И вот что-то около такого. Поразило полное... Нет, я даже вот так скажу. Детей отведите от экрана. Отвратительное освещение. Я об этом говорил и не устаю удивляться. Освещение есть, но оно поставлено так, что, когда вы стоите перед витриной стеклянной, над вами источник света, вы видите отражение от пола, отражение светильников на стекле, отражение самого себя, рубашку, синюю, все что угодно. Но только не экспонаты за стеклом. Но и все, когда вы зря выжили, выжили из шарфа, Мы в этом году. Да, и да, в купеческом быте больше половины экспонавтов не подписано вообще. Что-то висит, какие-то бубенцы, колокольчики, безмены, и это не подписано. Ну ладно, я там прохожу 16 музей, я понимаю, но дети, молодежь, я не знаю, те, кто не знает, в конце концов, должны иметь возможность прочитать, что это такое, на что они смотрят. Ничего нет. Скажу так, друзья, если вы посещаете, ездите по городам, то чтобы не посетить в очередной раз один и тот же музей, вы можете как бы сходить лучше в музей оружия. Вот. Я живу в Наурицкого, вот сейчас в гостинице до исторического музея здесь. На улице Абельмана 15 минут хода, до оружия, музей оружия 3 минуты хода. Вот здесь вот за поворотом буквально стоит, очень удобно. А вы каких начитались? Мне новых разногие нравится. По крайней мере, нормальные академические труды, указывается тезис, высказываются и доказываются. Просто понятно, можно самому приехать, посмотреть, проверить, перепроверить все методы лесны, никаких сказок, как в школьной истории, например, там нет. Пока я ходил в историческом музее, утром меня обогнал 6, да, 6 человек, 3 пары прошло, причем взрослые с детьми, что показательно, музей посещают. А в оружейном меня обогнал, по-моему, четверо человек, и тоже с детьми. То есть дети ходят, детей приводят, то есть музей посещают, город достаточно большой. Но какой эффект от посещения, что остается в головах, какая информация, я сомневаюсь, что хоть что-то вообще. Поэтому я на автобусах предпочитаю больше рейсов, можно подгадать там под временем, когда нужно приехать в город. Доброго времени, друзья. Третий день в Коврове. Сегодня солнышко, жарко, но день знаменателен с совершенно другими событиями. Сегодня я должен бы выехать из гостиницы. Именно это с утра я и сделал. Сдал номер, получил документы, чеки, все, со всеми распрощался. Прихожу на автовокзал, и мне говорят, что сегодня, именно сегодня, сообщения Ковров-Иваново нет. Вообще нет. От слова никак. Идите на ЖД-вокзал. Прихожу на ЖД-вокзал. Мне говорят, что сегодня единственная электричка, которая идет через Ковров на Иваново, в 18.25. То есть почти в 7 я уезжаю, почти в 9 там, а мне дальше там, где там, до Кострому никак. Поэтому имейте в виду, если в расписании стоит, автобусы стоят каждые 2-2.5 часа, то они стоят через каждые 2 часа, не каждый день. Узнавайте и этот нюанс тоже. Исторический Ковров, пешеходные дорожки, тропинки, во-первых, частично отсутствуют вообще. А то, что сохранилось, оно, во-первых, вот прямо идет тротуар, посередине растут деревья, прямо посередине. И тротуар весь разломан, а местами отсутствует совершенно до камней. И зачастую тротуары существуют только вдоль фасадов магазинов и новых домов, и более нигде. Очень странно. Хотя город, как мне казалось и думалось, ну достаточно богатый, что ли, но не бедный. В любом случае производство здесь есть. Добежал до Клязьмы, поснимал хорошие виды по хорошей погоде. Ну и, в общем-то, все с приходу, сразу с приезда посетил парк Патриот. Там, где БТРы стоят, наверное, удастся все-таки сделать отдельное видео по ним. Перед поездкой в Ковров я шерстил информацию об истории города на предмет достопримечательностей и т.д. Но, чтобы быть подготовленным, приехали в Ковров и сразу посетить, как бы не терять времени, знать, куда идти, чтобы смотреть, чтобы снимать. Не нашел практически ничего. Никакого исторического центра, насколько я понимаю, поправьте меня, если это не так, в Коврове нет, не сохранилось. В связи с этим источник по истории города, конечно же, музей. Музей, за редким исключением, торгует литературой. Литературу я сегодня утром в историческом музее смотрел, 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 выбрал книгу, самую содержательную по исторической части. История Коврова что-то так канует в туманное, такой горизонт. Очень мало информации, собственно, об истории Коврова ранее екатеринских времен. Все примерно приблизительно. Но единственная книга, в которой все расстолковано, вот сейчас съезжу, читаю, именно об истории города, это вот эта книга. Да, называется она «Город воинской славы Ковров». Ну, естественно, он таковой и есть сквозь века. Да, книжка достаточно, да, толстая, содержательная. То есть оба елефановской деревни хорошо написана. Уездный город Ковров, то есть вот где-то с седьмой страницы по 38-ю и это все. Дальше идет «Царские времена», «Постреволюционный период», «Советский период», ну и в общем-то написано просто, с иллюстрациями. Посвящается это все. 600 рублей. Причем, если вы посетите не тот музей, то ничего страшного, этих книг есть в обоих музеях. И в историческом, и в музее оружия. То есть литература на этаже. Вот, пока все. Я завтра уезжаю. Пора домой. Дела, ну, к сожалению, погода не особо радует. Два дня утром пасмурно, вплоть до мелкого дождя. Ну, а вечером солнышко. Поэтому, если вы, если вы поедете в Ковров отдыхать, отдохнуть есть где. В Коврове много гостиниц. В Коврове есть где погулять, походить. Есть на что посмотреть. И исторические дома, памятники, архитектуры вперемешку с новейшими зданиями стоят, постройками. Ну, в общем, все как всегда. Вот, но имейте в виду, что в Ковров, это все-таки ВПК, прежде всего, это техническая составляющая. И да, вот, что я чуть не забыл сказать. Наверное, каждый человек, посещая разные города, хочет все-таки почувствовать, узнать, понять, ну, какую-то специфику, разницу между ними. Ну, разные города, должно быть в чем-то в них разница. И познает каждый человек эту разницу по-своему. Сегодня мне бросилась в глаза такая интересная, на мой взгляд, деталь. Музеев несколько, но ни в одном из них нет художественной галереи. Когда вы приезжаете в любой, ну, достаточно крупный город, где есть исторический музей, в любом случае, одна выставка, картин, икон, там, какой-то церковной утвари, или что-то вот такое, вот, какой-то художественной составляющей, материальной культуры, там, художественной в том числе, она все равно есть. Здесь, в Коврове, никакой художественной галереи и выставки нет. Поправьте меня, если так, но мне сказали художественные, вот, смотрители в музее, художественного выставка нет. Хотели сделать, ну, вроде бы как, нет. Поэтому техника, оружие полным-полно. Кому интересно, вот здесь вот, где вот, насмотритесь, навидитесь, насобираетесь, есть интерактивные экраны, на которых я сегодня оружие собирал. То есть, нормально. Для детей, там вся развлекуха есть в музеях, приезжайте. Но вот художественной, какой-то культурной изюминги, здесь нет. Все сухо, понятно, электронно, сжато, металлическо. Добро пожаловать в Ковров, ну, и гостиница Ковров, Новый Лицкого. Ковров, конец июня 2022 года. Алексей, удачи! Субтитры подогнал «Симон»!